мне очень сложно ходить на свидание потому что ближе к 30 вся эта авантюра больше напоминает собеседование на секс чем свидание для слава богу на прошлое место работ позвонить не могут так вообще не трахался сто процентов а тут хотя мы как-то похлопайте кому по 30 за 30 но вы все еще один на а чё вы такие довольны сидя а ты хоть как ты зовут таня сколько тебя 29 что ходишь на свидание нет почему время нет хочу делаешь кем давай вот это быстрее а менеджером чего среднего звена ты слабом звене работаешь что значит менеджер среднего звена где ты менеджер среднего звена менеджер проекта какого проекта ты менеджер рукава любых слушай не ходи на свидание ты не справишься точно . нельзя называть что ли так показалось так слушай но ты взрослая девушка правильно а ты сексом занимаешься а с кем сексом занимаешься если на свидание ходишь crazy days просто зашла что-то потом мир мистин хуяк а какие-то неудобные вопросы я понял хорошо извини так а ты тоже хлопала ты тоже 1 ты тоже менеджер среднего звена а ты кто менеджер по международным поставкам чего их откуда нахуй а декатлон который закрылся но тебе нужно срочно замуж выскакивать а сколько тебе лет 30 ты ходишь на свидание только-только рассталась а чё рассталась а чё рассталась давай твоя инициатива или его твоя ну и пошел нах правильно лох ебаный а это могли быть тебе аплодисменты но те неудобные вопросы слушай но вообще конечно но аплодисменты прозвучали но решение твоего было неправильно единственным почему а почему расстались есть не секрет да можно я поговорю я с тобой уже не буду разговаривать отстань менеджер среднего звена по проектам ну вкратце но уже интересный пиздец не будешь кому смс куда отправить ему я передумал исходила на стендап мне сказали все пизда а как давно рассталась месяц а уже сексом занималась другим человеком как будто бы занималась никогда вообще после отношений нет вовремя да но бля но мне нужен кто-то кто ходит на свидание вот-вот в этом всем диапазоне кто не ходит а вы видите как грустно я недавно в тиндере у меня в тиндере стоял вот этот диапазон возраста от 20 до 27 и когда я видел высвечивается женщина 30 лет я такой ой взрослый а потом дмитрий как-то нечестно блять как-то нечестно это твоей ровеснице это твои одноклассницы но там конечно тяжело там реально ты реально собеседование проходишь я не знаю как это нормально можно вывозить потому что сначала тебя спрашивают кем ты работаешь а вот еще проблема но не знаю тоже проблема мне всегда неловко потому что я суперзвезда и и меня все знают судя по тиндеру потому что я прихожу на свидание я девушку спрашиваю про все я говорю а кем ты работаешь вот это такой же диалог вот как в этом менеджер среднего звена и такую вы ее что еще ты делаешь а где-то училась а потом в какой-то момент игру хочешь узнать чем я занимаюсь он такая да я знаю и так неловко я говорю ты что смотрел такая почти все смотрела такой я домой нахуй все я домой да вообще конечно понимаю что мне нужно наверно ровесница это вот знаете женщина который чуть-чуть за 30 у которой уже такое красивое серое лицо у которой такие пустые пустые глаза которых огонька пару лет уже нет как на женщина же после 30 чего делают сидит смерти ждет правильно его мне вот такая нужно с которой весь диалог вечером это гречку будешь не буду ну иди нахуй бля вот это и ложитесь обнимаетесь любите друг друга и ждете кто из вас первый умрет чтобы найти другого человека 7 наконец который вам под душе я недавно был на свидание с 38-летней женщиной или девушкой девушкой а такой возраст на женщина гореть или это не с возрастом вообще никогда а почему чтобы уважать а женщина это неуважительно ты хочешь сказать ах ты вообще жертва патриархата а хочу не так со словом женщины тяжелая а какое легкое ну блин у странно тоже был на свидании 45-летней девчонкой дошли в баскин роббинс потом в аптеку купила и там клизму там о метр блять вообще вы заебали раньше не спрашивай возраст потому что некрасиво потом вся эта история шурыгина сейчас всего за спрашивают потому что если не спросить то от пяти до семи возраст блять а сейчас женщину нельзя называть женщин бля уже долгополого женщины называть можно блять вас нельзя а кто не понимает о чем идет речь похлопите какого долгополого что это вообще такое это санёк долгополого это мой коллега или коллег а блять я не знаю я мурская бля я не знаю скорее всего под вырез но я не обожаю рассказывать я что произошло я просыпаюсь в один из дней беру телефон открываю новости на медузе и а там наверху всегда самые главные топики дня и там первый топик это высу наносит ответный удар а александр долгополов сделал камин аут а я сижу я такой саня гей я понимаю что я ну я у тупой и видимо не настолько толерантны как мне казалось потому что ну я обрадовался такой класс санёк перестал переживать не нужно это снимать ты моя хорошая бля вот это как раз и снимали в нижнем новгороде полностью выложили сольешь этим пиндосом своим да не надо не надо но я не хочу там тоже это кто-то снимает тебя то я увидел ты тут под светом сидишь а там сидят там сидят сине волосы агенты долгополого блять сто процентов я начинаю читать что за камин аут а там написано александр сказал что он не бинарная персона что его местоимение он она и они я такой ебать санек множественное число но я разу не потому что я читал до конца и там написано я хочу быть любимый свободный и независимая такой я тоже хочу я тоже видимо не бинарная личная в таком случае да но слушайте но женщина в этом нет ничего оскорбительного блин прекратите прекратите потому что вы думаете что это про возраст про внешний вид или что-то такое ничего подобного в первую очередь это про самодостаточность если про 45-летнего мужика кто-то говорит паренек никто не думает были наверно хорошо сохранился все думают бля этот долбоеб на моноколесе приедет блять навстречу поэтому прекратите я был прям женщины на свидание я ну я переживал мы встретились в каком-то баре я к ней на вы начал обращаться что вы видите как пишешь подросток просто выгляжу очень сильно я говорю но я к ней на вы обращались на такая прекращая такую я все я извините пожалуйста бля я сейчас понимаю что в целом это как будто я эскортница это все выглядело потому что она заплатила за счет и мне всегда был интерес еще девчонки испытывают когда за них платят заведениях мне всегда казалось легкую неловкость охуенно я такой я поел у меня деньги блять ничего себе это как я проводил это дом мы стоим около подъезда такая может быть поднимешься такой зачем тетенька вы идите на не домой но я бы не справился это был бы худший секс моей жизни вы просто лежал около стоял около кровати гулы такой вас можно уже трогать я не понимаю просто расскажите но секс 20 летими тоже конечно еще авантюра бля это реально авантюра это прям если готов на что-то странное в целом можно вписываться потому что как будто бы лет десять назад очень сильное влияние на парни оказывала порно а сейчас как будто девчонки вот сняли все таковы и не таким и тоже смотрим порно мы тоже хотим все это практиковать и это еще страшнее чем парни парни это просто кринж а если девчонки то это ты думаешь ю твою мать вообще мне как-то девушка засунь трусы мне в рот но я свои засунул засохший йогурт на футболке напротив стена дверной звонок у меня вызывает страх меня не стало 4 лет назад я вам не сказал засохший йогурт на футболке красные глаза дверной звонок у меня Вызывает страх, мне не стало 8 лет назад Но я вам не сказал